Здравствуйте, друзья! Это канал «Пластмассовый енот». Простыми словами, ОТПА и не только. Сегодня Андрей нам расскажет, как правильно менять электрические компоненты в фермопласт-автомате. Андрей, когда необходимо менять что-то в электрическом скафу? Необходимо менять при какой-то неисправности касаемо электрики. То есть это проблемы с нагревом, проблемы с выполнением каких-то действий. То есть что-то сгорело, а мы это что-то меняем? Конечно, да. Все замены необходимо проводить по согласованию с поставщиком, пока машина стоит на гарантии. Андрей, а до тех пор, пока ОТПА находится на гарантии, мы разрешаем делать замену? Только по согласованию с нами. На наших машинах установлены два вида пускателей. Это старого образца, это нового образца. Они отличаются креплениями сзади, то есть по-другому они крепятся. Вот так выглядит термопара. У нее длина всегда бывает разная, в зависимости от того места, куда вы ее будете устанавливать. Так выглядит концевик двери. Отключений у них бывает два. Это нормально открыто, нормально закрыто. Вот так выглядит реле на 24 вольта, который используется в нашем станке. Пускательные элементы у нас расположены здесь. Реле установлены вот тут ряд. Здесь располагаются автоматы включения пускателей и блоков питания. При работе в электрическом шкафу обязательно условия, чтобы станок был обесточен, обязательно проверить по электричеству. После того, как мы убедились, что электричество отсутствует, приступаем к отсоединению от пускателей. После этого нажимаем вниз. Приступаем к установке в обратной последовательности. Направляется 24 вольт или от 2 вольт? Управление происходит через реле 220. А, то есть у него приходит управляющий сигнал 220? Да. Спереди, который тоненький, это управляющий, а который сзади, это коммутируемые сигналы. Замена руля производить по аналогии с заменой пускателей. То есть отсоединяем все провода и снимаем. После этого приступаем к монтажу. В обратную последовательность. В обратную последовательность. Прокciem. Прокcieм. Маля. Субтитры сделал DimaTorzok На наших машинах находятся три концевика, на других моделях их может быть больше. Меняются они аналогично. Теперь снимаем крышку. Раз, два, три, четыре. Все снимаем, ставим на место. Все снимаем и ставим на место. Провода нужно поставить в те же места. Чтобы не перепутать при демонтаже провода местами, лучше их сфотографируйте, либо запишите, в какой последовательности они установлены. При замене платы ввода-вывода отсоединяем все разъемы и приступаем к демонтажу самой панели. При снятии разъемов с платы ввода-вывода обязательно перед этим сфотографируйте, как все было до этого. Чтобы при замене не перепутать местами. Продолжение следует... При появлении ошибки на панели управления о замене батарейки, как происходит через 5-7 лет, она меняется вот так. Продолжение следует... При замене блоков питания, они у нас расположены здесь, обязательно тоже сфотографируйте или запишите, как были все провода прикручены. После этого откручиваете все провода, которые приходят и в торце, блок питания крепится на двух саморезах. При необходимости замены панели управления откручиваем фиксирующий болт. С торца откручиваем защитную крышку. При снятии панели необходимо отсоединить все соединения. Раз, два, заземление и кнопку аварийную. После этого открутить 12 гаек по всему периметру и снять панель. Продолжение следует... Вы были на канале Пластмассовый Енот. И сегодня мы узнали, как менять некоторые электронные компоненты в термопласт-автомате. Если наше видео вам полезно, не забывайте нас лайкать, подписываться и оставлять комментарии.